Президент Порошенко, умный, талантливый человек, сделал вторую свою ошибку. Осталось еще одну ошибку сделать, какую я не знаю. Первая ошибка, когда он заставил весь государственный аппарат и всех коррупционеров, отборных, жирных, невероятных, написать электронные декларации, и они все написали. И им кажется, что это все исчезло куда-то, что это пропало. Они думают, что что-то в калифорнийских электронных хранилищах может пропасть. Ничего это не пропало. А главное, что это все подписано ими. Электронная декларация, сам заверил, все подписал. Теперь это можно проверять долго и долго. Почему уменьшилось, ну куда ушло и так далее. Это вам любой, как сейчас принято говорят, оперативник, спецоперации столько. Этим президент отделался от назойливого запада, который мы с вами говорим, но страшно подставил весь коррупционно-бюрократический класс. Прошло два года, а счетчик считает. Вторая ошибка, это все-таки было допущение антикоррупционного суда. Да, он сейчас поставит своего человека. Да, там будет плохой контроль запада. Да, парохоботы полторы тысячи будут сейчас издеваться над этим антикоррупционным судом. Ну все это верно, но он есть, есть заготовка, которая в нужное время оживет и будет работать прежде всего с тем материалом, который у них под боком. На поверхности, да. Да, да. Более того, любой новый президент, который придет, у него нет возможности ничего реформировать. Я сегодня вам открыто сказал, нужно создавать что-то рядом. И это рядом должно победить старое. Новая идеология, новое демократическое движение, новые ценности, новая система борьбы с коррупцией, новая спецслужба. Да вот пусть не думают, что вот они вот такие хорошие останутся сюда. Разделили уже прокуратуру? Поделят СБУ, обязательно. Вот вам, нажирайтесь, действуйте, занимайтесь политической разведкой, поддерживайте сегодняшнюю власть. А вот то, что защищает ценности Украины. И вы даже общаться не будете с другими, вам даже запрещено будет общаться.